МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Пожалуй, начнем с политической новости, которая стала определяющей для этой рабочей недели. 21 сентября Касым Жумар-Тукаев обратился к народу Казахстана. Текст обращения опубликован на официальном сайте главы государства. Так вот, президент рассказал, что подписал указ о назначении на 20 ноября 2022 года вне очередных выборов президента Республики Казахстан. Данные выборы дают старт избирательному циклу, по итогам которого будет осуществлена кардинальная перезагрузка всей политической системы. Это довольно серьезное заявление. Касым Жумар-Тукаев подчеркнул, что эффект этого действия будет заметным в долгосрочной перспективе. То есть Казахстан сможет сконцентрироваться на обеспечении устойчивого экономического роста, а также повышении благосостояния и качества жизни граждан. В своем послании я обнародовал ряд масштабных социально-экономических мер, которые предстоит реализовать в ближайшем будущем. В предвыборной платформе, которую я в скором времени представлю обществу, будут изложены новые инициативы, направленные на достижение социально-экономического прогресса. Как действующий глава государства гарантирую проведение избирательной кампании в строгом соответствии с законодательством. Оно пройдет справедливо, открыто и при широком участии отечественных и международных наблюдателей. И, конечно же, Касым Жумар-Тукаев призвал казахстанцев проявить ответственность, быть верными принципам демократии, законности и правопорядка, показать сплоченность и единство нашего народа. Другая уже локальная новость прошедшей недели, которая привлекла особое внимание жителей региона, это заседание в областном Акимате. Госслужащие обсудили итоги развития Северного Казахстана за 8 месяцев. Анализ показал рост во всех сферах. Но, к сожалению, были и недочеты. Далеко не все руководители районов с начала года работали над тем, чтобы улучшить показатели. Вообще, на переездке дня заседания были разные вопросы, в том числе касающиеся эпидемиологической обстановки предстоящей кампании по вакцинации против гриппа и борьбы с коронавирусной инфекцией. А еще говорили в областном Акимате о ценах на уголь, а если быть точнее, стоимости услуги доставки твердого топлива с тупиков к домам североказахстанцев. Обо всем по порядку вы узнаете из следующего материала. На заседании областного Акимата обсудили итоги социально-экономического развития региона за 8 месяцев. Так, воловой выпуск продукции сельского хозяйства за январь-август 2022-го составил 343,5 миллиардов тенге. Уборочная кампания близка к завершению. Отмечаю высокую урожайность в Казажарском, Мамлюцком и Айртаусском районах. Необходимо отметить, что в некоторых предприятиях урожайность составляет 35 центров и выше. Мастичные культуры убраны на 31% площадей. Урожайность отдельных предприятий также свыше 15 центров с гектара. Это как маяки, флагманы, которые за счет использования агротехнологии вкладываются в людей, в знания, в компетенции и получают соответствующие результаты. В том году год был засуществлен по погодно-климатическим условиям, поэтому мы однозначно видим рост по рассеиванию. Теперь то, что касается животноводства, 4% рост у нас достигается благодаря реализации комплексного плана и инвестпроекта. Наиболее высокие темпы по производству мяса показали в Таиншинском, Казажарском и Каинском районах. Последние два вместе с районом имени Габита Мусрепова по итогам 8 месяцев выбились в лидеры по производству молока. В текущем году в области строится 17 молочно-товарных ферм. Из них 8 ведут в эксплуатацию до конца 2022-го. К слову, одна такая ферма обеспечивает рабочими местами от 35 до 40 человек. С начала года в области в полтора раза выросло производство яиц. Самые дешевые цены должны быть у нас в Северо-Костанской области. Понятно, что рынки открытые. Это уже задача правительства и министерств соответствующих за счет квотирования, за счет ограничения выгода за рубеж продукции, регулировать, чтобы не было роста цен. Наша задача произвести больше. Наша задача произвести больше. За 8 месяцев в регион с акцентом на сельско-лесное и рыбное хозяйство было привлечено почти 199,5 миллиардов тенге инвестиций. Но сделать это получилось не у всех руководителей. В оутсайдерах оказались районы Макжана Жумабаева, Шалакына и Мамлюцкий. Да, у нас есть снижение по показателю инвестиций, так как в 2021 году сельхозформирование активно приобретали технику. Это порядка 2-3,3,3,3,3,3. В этом году закупают меньше. Но, чтобы сейчас выходить на уровень прошлого года, мы подняли выделение земельных участков с 2018 года, когда в бизнес-планах сельхозформирование указывали, сколько будет заключено инвестиций. Это с июня месяца мы начали работу. И вот стабильно порядка миллиардов, полтора миллиардов, миллиардов тенге у нас еще по этой работе. Все время проблемы в Мамлюцком районе. И уже достаточно было времени, чтобы ситуацию-то исправить. Ситуация не справляется. И, откровенно говоря, до конца года у вас времени очень мало, чтобы ситуацию изменить. Надо заниматься всем с самого начала. С каждым, значит, инициатором проекта. Ходить, помогать ему. Что касается промышленности, то область за 8 месяцев выпустила продукции на 303,1 миллиарда в тенге. Портфель заказов предприятий перевалил за 69 миллиардов в тенге. Предприятие «Кул Инфинити» в 2022 году изготовило 130 вагонов на 5,7 миллиардов тенге. Северный фанерный комбинат в этом году произвел 12 тысяч кубов продукции на 2,2 миллиарда в тенге. Наращивает темпы производства и новый кирпичный завод. С момента его открытия, которое было в мае, предприятие произвело свыше 8 миллионов кирпичей. Электротехнический завод в 2022 изготовил 807 трансформаторов. Развитие строительной сферы на заседании тоже обсудили. В строительной отрасли увеличение объемов выполненных работ состоял 3,2%. Рост достигнут за счет увеличения объемов работ по текущему ремонту в 1,7 раза. Капитальному ремонту в 7,5%. В то же время допущено снижение объема строительного монтажа на работ на 12,6%. Наиболее высокие темпы роста в районах Жамбыльский, Валихамовский, Шалакына, Таиншинский район, Аиртавский, Акжарский, Исильский, Аккаинский, Габита-Мусрепа и город Петропавловск. Объем строительных работ снижен в Тимирязевском на 68,3%. С января по август текущего года в области ввели в эксплуатацию свыше 107 тысяч квадратных метров жилья. Вторым вопросом на повестке заседания областного акимата стала эпидемиологическая ситуация. По острым респираторным инфекциям специалисты характеризуют ее как стабильную. По итогам последнего эпицезона в области зарегистрировали почти 31 тысячу случаев ОРВИ. Ежегодно с 1 октября по 15 ноября в области проводится кампания по вакцинации населения против гриппа. Так, 8 сентября текущего года в область доставлена трехвалентная вакцина против гриппа, гриппо-кулюс в количестве 60 тысяч доз. Из сложившейся экономии Управления здравоохранения заключена также дополнительная заявка по вакцине против гриппа в количестве 15 тысяч доз. Бесплатная вакцина против гриппа позволит охватить 13,8% населения в области. Санитарные врачи пришли к выводу, что подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом приходится на середину декабря, а пик на конец января и середину февраля. Что касается коронавирусной инфекции, то подъем заболеваемости в области регистрировался начиная примерно с середины июля. Первые две недели августа количество занятых коек возросло с 40 человек до 62. Ближе к концу месяца и к началу сентября госпитализация поэтапно снижалась. На сегодняшний день на лечении под наблюдением находится 56 пациентов. Из 56 пациентов 43 человека находятся на амбулаторном лечении и 13 в инфекционных стационарах КВИ отделений. Полный курс вакцинации от коронавирусной инфекции прошли более 320 тысяч сероказахстанцев. Еще один вопрос в повестке дня касался заготовки угля. Напомню, по области потребность в твердом топливе составляет 419 тысяч тонн. Из них на сегодня заготовлено 192 тысячи или 46 процентов. С 30 сентября вводится новый приказ министерства об ограничении вывоза из страны угля автотранспортом. На уровне региона проработан вопрос совместно с пограничной службой и акиматами районов, где имеются пункты пропусков через границу. К сожалению, по данным пограничной службы, через Жанажо 150 фактов вывоза угля зафиксировано в сентябре и в августе месяце. 3100 тонн вывезли в Российскую Федерацию. Через Бидаик 93 факта зафиксировано. 1700 тонн угля тоже вывезено в Российскую Федерацию. Аким района, где соответствующие переходы есть, надо это контролировать максимально. За ценами на уголь тоже нужно следить, отметил глава региона. Особенно за предложениями отчастников, которые доставляют населению твердое топливо. Есть факты, когда те, кто занимается транспортировкой, хотят накрутить стоимость. Это мы видим. Поэтому люди должны быть оповещены, что в пределах этой цены только можно покупать все. А все остальное это хотелки участников. Завершая заседание, Кумар Аксакалов призвал сотрудников различных предприятий и организаций принять участие в месячнике по благоустройству сел и городов. Он начался 22 сентября. Вообще, тема здоровья во время этой семидневки была весьма обсуждаемой. Накануне заседания Аким области Кумар Аксакалов провел очередной прием граждан. В этот раз большинство вопросов касались детской реабилитации. Группа родителей пришла к главе региона и рассказала о нехватке медицинской и социальной помощи для маленьких жителей областного центра. По словам матерей и их дети, речь идет о ребятах с самыми разными диагнозами. Вынуждены проходить дорогостоящую реабилитацию не в Петропавловске, а за пределами области. Анна Потеряева продолжит тему. Дети старше 10 лет практически не получают реабилитацию нигде. Им отказывают реабилитацию в доме ребенка, где дети у нас до 4 лет только реабилитируются. А в детской областной больнице тоже старше 10 лет детей не приветствуют, не приглашают на реабилитацию. В частности, моему ребенку 13 лет вообще никто не интересуется, чем мы занимаемся, какую реабилитацию мы получаем, какое лечение. В детской областной больнице имеется современное отделение реабилитации, но оказываемый там спектр услуг не подходит для детей с диагнозом ДЦП. Родители просят предоставить им помещение и даже готовы за свой счет приглашать нужных специалистов из других городов. Понимаю, что для родителей, для детей, особенно с ДЦП, нужно еще лучше, еще больше. Поэтому давайте мы этот вопрос сейчас возьмем, попытаемся каким-то образом решить. Хорошо? Попытаемся каким-то образом решить. Потому что государственных денег мы только в рамках того, что есть, будем выделять. Аким Оласти поручил найти подходящее помещение с отдельным входом для детской реабилитации. Следующий вопрос также касался особенных детей. По словам Дарины Айсаковой, в Петропавловске дети-аутисты остаются в стороне. Для них не предусмотрена реабилитация, нет творческих и спортивных кружков. За три года мой ребенок, кроме того, что он от собеса получает пособие, от образования он получил, сейчас мы с вами расходим, тьютор, все. Что дальше? Где вот областная больница здесь? Ребенок не может попасть на реабилитацию, потому что, ну, ментальщики, ну, извините. Дети с ЗЦП, вы сами видели, они туда ходят, но, опять же, недовольны тем качеством реабилитации, которое там предоставляется. Они хотя бы могут туда попасть и говорить о качестве или некачестве, которое потом обсуждается. Я вообще туда не могу попасть. Педиатр мне не выпишет направление. Не выпишет. Ну, нету там ничего для ваших детей. Акиму области эта проблема известна. Особенных детей много, и механизм по работе и их адаптации еще не выработан. Кумар Аксакалов обратился к Дарине Айсаковой с просьбой помочь найти пути решения. Наработайте предложения, которые можно реализовать в нашей области. Хорошо? Да. Лучшую проблематику хорошо знаете. Значит, я готов, значит, выделить соответствующие средства. Вот, да, бюджет. И продумать, как это все реализовывается. Потому что я понимаю, что детей становится больше, к сожалению, с этой проблемой. Также необходимо включить детей в социальную жизнь. Для них должны быть культурные и спортивные секции, поручил Аким области. Еще один вопрос поступил Кумару Аксакалову от жителя Олихановского района. Я переехал в район из юга страны. Занимаюсь разведением КРС. У меня есть бизнес-план. Поддержите его. Хочу реализовать проект по заготовке кормов. Нужно вложить чуть более 1 миллиарда тенге. Часть средств у меня уже есть. Нужно еще 600 миллионов тенге. Через 4 года проект полностью окупится. Сумма большая, а залогового имущества у предпринимателя нет. Ни одна финансовая организация выделить такие средства не может. Возможно, жителю района стоит пересмотреть бизнес-план. На этой неделе состоялся еще один прием граждан. Только уже в филиале партии «Аманат» в рамках проекта «Кидергасыск-Келищек». Североказахстанцы обратились к партийцам, чтобы об их проблемах узнали представители местной исполнительной власти. Алишер Ашимов с подробностями. Общественный прием граждан прошел в филиале партии «Аманат» в рамках проекта «Кидергасыск-Келищек». Североказахстанцы обратились сюда за помощью к представителям местной исполнительной власти. 50-летний Валитин Макух – инвалид первой группы. Несколько месяцев мужчина никак не может решить вопрос с жильем. Нет печного отопления, освещения, крыша в непригодном состоянии. Сейчас ремонт надо дома делать, потому что крыша – это что там, пятая, ну в общем, условия, скажем так, аварийные, аварийные. Я даже помыться не могу. Кто-то помогает? Ну, друзья, соседи. Калошу мне тоже знакомую купил. На приеме граждан мужчине предложили переехать в специализированное учреждение в Смирново, где созданы все необходимые условия для проживания инвалидов первой, второй группы и пожилых людей. Но для этого Валентину Макуху необходимо оформить документы по инвалидности, которых у него нет. Сейчас дано поручение центру занятости, отделу занятости, они будут с ним отрабатывать, помогут ему по шагу все пройти, подготовить определенный пакет документов, и пройти медицинскую комиссию, получить все направления. Я думаю, что этот вопрос в ближайшее время будет решен, да и накануне зимы человек будет находиться в специализированном учреждении. Первое свое пособие он получит в начале октября. Сейчас он проживает на помощь добрых людей, скажем так. Всего на прием филиал партии пришли семь человек. Вопросы поступали разные – от улучшения жилищных условий до оформления инвалидности. Не сходят с повестки дня тема земельных наделов, в частности пастбищных угодий, которыми владеют, но не используют их по прямому назначению. В этом году в Жамбулском районе добровольно изъяли более 10 тысяч гектаров пастбищных угодий у нерадивых хозяев. 300 гектаров вернули в государственную собственность по решению суда. Была проблема по мирному сельскому округу. В настоящее время заключенный меморандум о стоах ЖЕР-2010 на общую площадь пастбищных угодий – 596 гектаров для выпаса скота личного подворья и заготовки грубых кормов. Кроме того, получается, с другими сельхозтоваропроизводителями района также были заключены меморандумы по также выпасу скота личного подворья и заготовки кормов на общую площадь порядка 21 тысячи гектаров. Причина изъятия земельных участков проста – нет скота на выпас. На данный момент проводится разъяснительная работа с руководителями местных товариществ. С начала 2022 года специалисты Департамента земельных ресурсов провели шесть проверок, во время которых выявили самые разные нарушения. Данная работа находится на постоянном контроле. В 2020-2021 годах также была проведена работа отделом земельных отношений по увеличению площади населенных пунктов. Так было привязано к селу Жаножел порядка 1916 гектаров пастбищных угодий для нужд населения. С начала года от пастбищ в районе отказались восемь хозяйств. Из них два по истечении срока аренды, остальные – добровольно. Общая площадь составила почти три тысячи гектаров. А в Акжарском районе тем временем не могут завершить ремонт участка автодороги республиканского значения. Речь идет о 57-километровом отрезке по направлению Бостон-Дык-Киевское. На этой неделе его вместе с командой МТРК посетили представители регионального общественного объединения АДЛДК-ЖОЛЫ. За годы эксплуатации дорожное полотно сильно износилось. Частичная подсыпка никак не спасала положение. В 2021 году долгожданные работы все же начались, но радости от этого у местных жителей, как вы уже поняли, мало. Анна Потеряева продолжит тему. Сотрудники Акимата обещали, что ремонт данной автодороги закончат в текущем году. Но мы до сих пор не видим этого. Сделали только 7,5 километров. Если таким темпом будут делать, то оставшийся участок дороги будут делать лет 7-8. 7,5 километров – это всего лишь 13% от запланированного объема. В районном отделе жилищно-коммунального хозяйства заверяют, работы ведутся по мере выделения средств. По дороге КТГ-87, А13, Боскокшета, Омск, Боскана, Киевская. Хотим сказать, что эта дорога была начата в 2021 году. Была сумма долгого у нас состоит 2,16 миллионов. Подрядчик ТОК, ШТО, Желдара, Технозор, ТОА, Америке. Дорога была начата в 2021 году и будет продолжаться до 2023 года. В 2021 году в декабре было 2,5 миллиона освоено. Была проделана работа по завозу и энергоматериалах. В 2022 году была отремонтена 7,5 километров дорог на сумму 10,24 миллиона. Остаток 1,7 миллиардов тенге на 2023 год. Подрядчик на участке ТОК, ШТО, Желдары. По словам представителей компании, техника стоит из-за отсутствия финансирования. Не было бы финансирования послашения. Вот сколько финансировали, столько их сделали. И потом очень, очень, очень удорожали расходные материалы. И даже по большим ценам взять битумный, например, невозможно. Он поднялся на 250%. Проблемы недофинансирования дорожных объектов поднимали на заседании Республиканского общественного совета по региональному развитию при партии Аманат. По словам заместителя Акима области Саджана Аблалиева, в прошлом году регион недополучил 6 миллиардов тенге. В этом 7,5 миллиардов. В связи с неполным финансированием имеется риск не достичь показателя доведения доли дорог в нормативном состоянии до 98% к 2026 году. В целом, для достижения этого показателя необходим ремонт более 650 километров дорог с учетом ежегодной амортизации. Вместе с этим в регионе есть проблема дефицита и роста цены на дорожный битум. В этом году на реализацию местных автодорожных проектов потребность в материале составляет 28,5 тысяч тонн. Из этого количества на сегодня отобрано около 16 тысяч тонн. Остаток потребности с учетом сентября составляет 12,5 тысяч тонн. В продаже есть битум стоимостью от 240 до 280 тысяч за тонну. При этом по действующим проектам предусмотренная стоимость в соответствии со сметами составляет 105-120 тысяч за тонну. В прошлом году всеми видами строительных работ в регионе охватили 813 километров автодорог. Из них 621 километр дороги областного и районного значений. Пока к жарцу ждут решения своего вопроса, в одном из сел района Шалакына радуются новые дороги. Ремонт подъездных путей к селу Берлик его жители ждали не один год. Кроме того, уже в следующем году в селе появится живительная влага. А в прошлом году там решили вопрос с интернетом. О благоустройстве одного из сел района Шалакына наш следующий материал. В селе Берлик живут 253 человека. Состояние дороги в этот населенный пункт долгие годы оставляло жилось лучшего. Полотно было покрыто ямами и выбоинами. Сейчас дорога преобразилась. Это произошло после двухгодичного ремонта. Средний ремонт подъездной дороги к селу в рамках программы Олги Эльбесыг проводила Петропавловская ТО Гегард. Товарищество заасфальтировало полтора километра полотна от республиканской трассы Петропавловск-Жерсказган до Берлика. Стоимость проекта 32 миллиона тенге. За ходом работ следили члены районной мониторинговой группы. А с недавних пор рядом с селом приступил к работам еще один подрядчик. Проект рассчитан на два года. В этом году начатый подвод воды к селу Берлик. Будет охвачено полностью 88 дворов в селе. Будут обеспечены питьевой водой. Проект, значит, подрядчик ТО ДК проект. Это вот рядом соседний Жаножол, Жанаталап, вот на Скинес, на эти села. Там выделено было с республиканского бюджета средства порядка двух миллиардов. В домах всех вышеперечисленных сел в следующем году появится вода. Местным жителям больше не придется пользоваться скважинами. Людям из социально уязвимых слоев населения завести воду в дома помогут аграрии. В Берлике под свое крыло они возьмут около 17 семей. Появилась здесь в августе и мечеть. На ее строительство ушло несколько лет и 12 миллионов тенге. Основную часть средств вложило товарищество Берликастык. Строительство мечети в селе Берлик началось в 2020 году. Я благодарен товариществу, которое помогло в этом благом деле и людям за их пожертвования. Сельчане активно ходят в мечеть. Раньше верующие ездили в другие населенные пункты. Теперь же в этом нет необходимости. В селе Берлик преобразился обелиск ветеранам Великой Отечественной войны. Реконструкция памятника проводилась по инициативе местных жителей. Они же и организовали сбор средств на это. Работы здесь велись два года. Памятник очень изменился. Сюда приходят взрослые и дети, чтобы почтить память своих героических предков. Помнить их очень важно. В моей семье во Второй мировой участвовал дед. С войны он, к сожалению, не вернулся. А еще в Берлике в этом году отремонтировали 29 фонарей. Теперь здесь нет проблем со свещением, так же, как и со связью. В 2021 году в селе установили вышку сотовой связи. Из районного бюджета на эти цели выделили 3 миллиона тенге. А в населенном пункте Мерген района Шалакына созданием инфраструктуры сельчанам помогают не только местные власти, но и товарищества. За годы существования ТО «Гермес Аград» ремонтировала немало внутрипоселковых дорог, построила пекарню, банкетные залы, этим летом открыла в Мергене мини-маркет. Кроме того, товарищества реализуют в селе важный для сельского хозяйства проект. Речь идет о строительстве зерноочистительно-сушильного комплекса, комбикормового цеха и мельницы. А еще товарищество «Гермес Аград» возводит для жителей Мергена дома. Предлагаю вместе посмотреть следующий материал. Этим летом в селе Мерген района Шалакына открылся новый мини-маркет. Вот так он выглядит изнутри. Ассортимент товаров не хуже, чем в областном центре. На полках есть все. От продуктов питания, включая выпечку, которая делается в местной пекарне, и заканчивая бытовой химией. Мини-маркет для сельчан за год построило местное товарищество «Гермес Агра». 73-летний сторожил Мергена Естайбрим Жанов рассказал, что теперь закупается всем необходимым только здесь. У нас раньше в советское время магазин был, посередине деревни. Туда все ходили. Но он старый стал уже, износился. Вот новый супермаркет построили. Люди перестали ездить в Сергеевку, в районный центр. Потому что они привозят с Кустана, с Петропавловска, нашли дешевые магазины там. И у нас вот сейчас зайдете, посмотрите, цены броски. В прошлом году все улицы, сейчас проедете, посмотрите, все улицы заасфортировали у нас в деревне. Вот эта улица полностью новострой. Среди них вот этот белорусский зерноочистительно-сушильный комплекс «Тогермия Сагра». Он рассчитан на 1800 тонн первичной приемки зерна в сутки. Здесь сельскохозяйственные культуры принимаются, очищаются, сушатся. Какая-то их часть идет на семена. Этот проект мы планировали в течение пяти лет. Начали строительство в прошлом году, в мае 2021 года. Вложено уже порядка 800 миллионов тенге. Вообще проект рассчитан на полтора миллиарда тенге, на пять лет. В данный момент введено в эксплуатацию две линии приемки зерна, параллельные. Введена в эксплуатацию семенная линия и сушильный комплекс. В перспективе планируется установить мельничное оборудование, комбикормовый завод и силосохранение емкостью 15 тысяч тонн. В этом году по сельскохозяйственной культуре в товариществе отвели около 10 тысяч гектаров земли. 50% заняли зерновые. Уборочную кампанию здесь завершили, весь урожай с полей поступил прямиком на территорию комплекса. Он практически полностью автоматизирован. Первая, вторая яма разгружается, поступает на очистку, потом дальше уходит на силос, на банку. Вторая то же самое. Если система даст сбои, то все оборудование комплекса автоматически приостановит свою работу. Все процессы встанут на стоп ровно до того момента, пока ошибку в системе не устранят. Таким образом, все возможные риски, связанные с потерей урожая, сведены к нулю. Качество зерна проверяют специалисты лаборатории. Всего же в работе зерно-очистительно-осушильного комплекса сейчас задействованы 6 человек. Еще столько же сюда смогут устроиться после строительства и ввода в эксплуатацию комбикормового цеха и мельницы. Проект овощества «Гермес Агро» экологически чистый. Установки, которые здесь работают, устроены таким образом, чтобы в атмосферу не попадали никакие вредные вещества. Например, даже та же самая пыль. Ее на подобных предприятиях достаточно много. Так вот, она попадает не в воздух, а в биг-беги. Таким образом, здешние работники не дышат этой пылью, собственно, как и сельчане. Интересно и то, что оборудование комплекса работает и отапливается с помощью газа. В то «Гермес Агро» планирует подключить голубому топливу все село. Товарищество постоянно стремится к тому, чтобы создать для своих работников максимально комфортные условия, в том числе и жилищные. Если в этом есть потребность. С 2017 года «Гермес Агро» построила 18 домов для сотрудников и молодых специалистов, которые решили переехать в село Мерген. В 2023 году построят еще 5 домов. Первые дома были где-то порядка 7 миллионов один, а вот последние уже где-то 12 будет выходить. В основном это единый проект, но уже идет с доработками. В домах водопровод, горячая и холодная вода, канализация. Есть выходы для подключения стиральной машинки, посудомоечной машинки, унитазы, раковины, санузел, душевая кабина. Человек проживает в доме бесплатно, оплачивает только электроэнергию, коммунальные какие-то услуги, поддерживает ремонт. И по истечении 10 лет дом просто переходит ему в частную собственность. Супруги Даниар и Асимгуль Мукушевы в этот дом заехали в апреле. В село Мерген они переехали из Петропавловска. Быстро освоились, нашли работу в Тогер-Месагре. Асимгуль трудится в пекарне, а Даниар устроился на новый комплекс с лесарем. Дом хороший, теплый, работу дали, дети в школе учатся, младшие на садике. Вот, деревня хорошая, мне понравился. Во время пандемии же сократили, и работы не было, тяжело было. С Петропавловска приехали, там снимали, здесь вот как-то слышали по новостям, что работу дает, что начальство хорошее. И график устраивает, что успеваем и дома, с детьми, и с работой. Не обижают никак начальство, и с зарплатой. Все, все нам нравится, и детям. Возвращаться в областной центр супруги не планируют. В 2023 году Тогер-Месагра продолжит обеспечивать сельчан жильем. В планах товарищества построить еще пять домов. Безусловно, построить бизнес на селе возможно. Это доказали герои, с которыми на этой неделе познакомилась команда МТРК. Для этого мой коллега Алишер Ашимов отправился в два района – Козылжарский и Жамбылский. Там он узнал, как с помощью государственной поддержки можно преуспеть в сельском хозяйстве, а именно в животноводстве, а также в других сферах. Внимание на экран. Виктория Ковалева в селе Наобино Козылжарского района проживает больше 20 лет. Вместе с супругом она держит поросят, буренок, птиц. По словам женщины, маленькое хозяйство приносит семье небольшой доход. Коров даю, молоко задаю, масло, сметана, творог – все свое. В меры дополнительной занятости участвую не первый год. Раньше нам давали телят, теперь у нас есть свои коровы. В этом году нам дали пять поросят и помогли с кормами. Все надали, корм привезли вчера. Реализовать дело Виктории помог местный сельхозтоваропроизводитель. Всего мерами доп. занятости в Наобино охватили 10 семей. В Агулино тоже есть такая практика. Там помогли восьми семьям. Елена Яковенко раньше работала продавцом в магазине. Четыре года назад ее сократили. Тогда 60-летняя женщина решила заняться домашним хозяйством. СК Вагулинская предложила надорачивание теленочка. Теперь это уже коровы. Две теперь, сейчас они находятся в табуне. И в этом году повторно по программе предложили еще телочку. Молоко сдаем. Ну, летом больше, конечно, в среднем по 40-50 выходит в месяц. А вот семья Кункель занимается птицеводством. Супруги тоже были когда-то безработными. Сейчас трудятся сами на себя. Выращивают гусей. Мясо птицы продают по приемлемым ценам. Четыре года назад мы уже воспользовались данными мерами поддержки. Мы брали в КХ Редин телочку. Сейчас, на данный момент, она уже полноценная корова. Приносит прибыль нам, конечно, каждый месяц. В этом году решили попробовать заняться птицей. И вот и Пашалаева Юлия Александровна нам предоставила птицу весной. Один гусенок, цена одного гусенка была 1400 тенге. Мы взяли 40 гусей. В общем, как только ударят первые морозы, мы будем их рубить, колоть, будем их продавать. Я считаю, что дополнительные меры такой вот поддержки для молодых семей – это очень большая поддержка для нас, допустим. Нам это выгодно. Мы, получается, будем в прибыли. Всего в Казаужарском районе такую помощь сельчанам оказывают 95 сельхозтоваропроизводителей. Программа в Северном Казахстане реализуется по инициативе Акима у власти Кумара Аксакалова с 2018 года. Мария Рахматулина бизнесом занимается почти пять лет. В 2017 году она открыла маленький магазин, который приносил небольшой доход. Поднимать семейное дело с нуля было сложно. Особенно, когда не хватает опыта и знаний, признается бизнес-вумен. Поэтому в 2019-м Мария прошла обучение по программе «Бастау-бизнес» и получила безвозмездный грант. Набралась опыта, получила очень много большого опыта от бизнес-тренеров. Поставили правильно рустра, крак правильно работать. Потом, получается, получила грант в размере 530 тысяч тенге. Подала проект по бизнесу о том, что мы, получается, приобрели вот эти вот стеллажи. Начали с маленького, потихоньку начали с супругом расширяться, расширяться. Был у нас один отдел, открыли второй отдел. В том году открыли еще два отдела. За несколько лет маленький магазинчик вырос в мини-маркет. Бытовая химия, техника, сувениры, посуда. Всего 5000 наименований продукции. Весь ассортимент товаров реализуют по приемлемым ценам. Почти все завозят из города Алматы. Приходят сюда не только местные покупатели, но и жители из соседних сел. Это очень хороший магазин. Тут очень хорошая продукция. Я всегда здесь беру. И проходимость тут хорошая. Люди уважают этот магазин. В магазин приходим очень часто. Товары здесь очень качественные. Стеллажи всегда пополняются новинками. Обслуживают клиентов по высшему разряду. Работают здесь два продавца-консультанта. Дружелюбные, приветливые и отзывчивые. Любовь Грозная в магазине работает с момента открытия. Я ей как помощник, как зам магазина. Если вдруг она где-то отсутствует в магазине, я считаюсь уже старшая. Мне понравилась эта сфера. Быть продавцом, консультантом. Общаться с людьми. В планах у Марии Рахматулиной расширять бизнес, создавать рабочие места. Все это возможно, учитывая хорошую поддержку от государства. МТРК оценит активность зрителей, которые выбирают наш канал и смотрят итоговую программу. Хочу напомнить, что прошлые ее выпуски вы всегда можете посмотреть на нашем сайте или на Ютубе. Там достаточно вбить в поисковик МТРК, перейти на канал и выбрать плейлист «Главная тема» с Дарьей Пушмунцевой. Спасибо, что остаетесь с нами. На этой неделе в отделении отоларингологии многопрофильной детской областной больницы поступило новое оборудование. Эндоскопическая стойка немецкого производства. Из областного бюджета на эти цели выделили 75 миллионов тенге. Современный прибор дал возможность проводить лор-операции маленьким пациентам на более качественном уровне. Проще, быстрее и с наименьшей травматизацией. За 10 дней прооперировали уже 20 детей. Если мы раньше оперировали детей, местные инстезии, сидя, без визуализации, сейчас это очень визуально. Например, эндоскопический вид, это другой уровень, можно сказать. Оборудование очень шикарно, просто скажем. Очень даже хорошо, удаляем все полностью. Плюс еще отметить эндоскопические операции делаем в Казахстане, Алматы, Ассана третьими. По регионам больше никто не переживает. Утро 21 сентября запомнится нам тревожным сообщением о том, что на железнодорожном перегоне Мерза-Шокай из-за возгорания экстренно остановился пассажирский поезд номер 105 с сообщением Алматы-Петропавловск. Как известно, в поезде находились 184 пассажира и 32 сотрудника, а жертв и пострадавших нет. К месту пожара отправили 30 огнеборцев и 12 единиц техники. Ситуацию прокомментировала пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области. Возгорание произошло в дизельном отсеке хвостового вагона в 4.27 утра. Загорелась пластиковая обшивка сгораемых частей электрооборудования и электропроводки технического вагона. Пожары ликвидировали в 7.08. Пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области. В пресс-службе Казахстан Тимиржулы отметили, что пассажирский поезд Алматы-Петропавловск произвел экстренную остановку из-за неисправности технического вагона. Крупнейший оператор магистральной железнодорожной сети Казахстана создал комиссию для расследования этого инцидента. Отправкой пассажиров до их мест назначения занималось акционерное общество «Пассажирские перевозки». Загоревшийся поезд с сообщением Алматы-Петропавловск пропустит два рейса и не будет курсировать до 26 сентября. Поезд доставили в Истану для замены вагона и проведения технического осмотра всего состава. 24 сентября в Петропавловске начался отопительный сезон. Крайний раз о дате его старта объявил Аким областного центра Руслан Анбаев. Он сделал это через Инстаграм. Подключение к теплоснабжению объектов жизнедеятельности будет производиться последовательно. В первую очередь к системе подключат социально значимые объекты. Следом за общественными объектами отопление появится в квартирах горожан. Подача тепла производится в соответствии с наружным воздухом для обеспечения комфортных условий населению Петропавловска. Частный сектор Петропавловска оброс стихийными свалками. Например, в микрорайоне Береке их можно встретить практически повсюду. Рядом с домами, социальными объектами, магазинами. На этой неделе ситуацию прокомментировали полицейские. Одна из компаний по вывозу мусора и пресс-служба отдела ЖКХ городского Акимата. Обо всем по порядку в следующем материале. Петропавловске улица Батарбаяна буквально обросла мусором. Подобную картину можно встретить на разных участках микрорайона Береке. Кстати, по соседству от этой колоритной стихийной свалки располагается детский сад. Но те, кто приносил сюда пакеты с отходами, похоже, это не сильно заботило. Проблемой стихийных свалок в этом районе города заинтересовались полицейские. Составлены административные протоколы, 22 протокола по статье 434-2. Это загрязнение мест общего пользования на общую сумму 130 тысяч тенге. Беседу проводим, чтобы жильцы заключили договор с организациями для того, чтобы своевременно вывозили и выставили мусорные бачки. При этом некоторые жители частного сектора рассказали нашей съемочной группе обратное. К нам никто не приходил, полицейских не видели, сама живу здесь 17 лет. Раньше мы выбрасывали мусор в контейнеры, сейчас их нет. Контейнеры в частном секторе микрорайона Береке действительно стояли, объяснил директор ТОО «Коммунхоз» Мурат Ясмуханов. Владелец компании по вывозу твердобытовых отходов объяснил, почему примерно полтора месяца назад их пришлось убрать. Мы когда устанавливали контейнеры, заключило только 30%. Мы возили и получается, что прекратился вывоз из-за чего? Как правило в частном секторе у людей понятие твердобытового отхода, они не понимают, что это такое, они носят вплоть до фекалий в наши контейнеры. Поэтому они сами отказались, потому что завалили непонятно чем контейнера, шел неприятный запах, и люди, у кого напротив стояли контейнеры, мусорные площадки, они отказались. И мы их ликвидировали. По просьбе самих жителей Береке. На протяжении двух лет мы помогали городу, возили бесплатно, но с сегодняшней ситуацией с тарифом мы уже кое-как возим контейнера. Ко всему прочему, по словам директора ТО «Коммунсевер», жители домов, несмотря на заключенные с ними договоры, не хотели платить за вывоз мусора исправно. На сегодняшний день у нас по городу накопилась задолженность в размере 28 миллионов тенге, только по одному микрорайону Береке. Тут у нас работает ТО «Коммунсевер», у них задолженность порядка 4,5 миллионов тенге. Жители до сих пор не оплачивают, те, у кого заключены были договора. А мусора меньше не становится. В итоге жители частного сектора сжигают его на своих участках или выбрасывают на стихийные свалки. На этой неделе в республике стартовал проект архив «Женебалашак-Урпак», в рамках которого запланированы более 400 разноформатных мероприятий. Итак, школьники и студенты страны теперь могут изучать засекреченные архивные документы о жертвах политических репрессий, материалы голода 20-30-х годов XX века, историю молодежного движения, становление независимости Республики Казахстан и другие ценные документы. Кроме того, для учащихся будут организованы конкурсы викторийные на знания истории Казахстана и национальных обычаев, ознакомительные экскурсии по направлениям деятельности архива, обзор тематических фотодокументальных экспозиций и выставок. А еще дни открытых дверей во всех государственных архивах страны. Они будут проводиться ежегодно. Проект реализуется по инициативе Министерства культуры и спорта Республики Казахстан. В областном государственном архиве откликнулись сразу. На этой неделе организовали такую акцию. Пригласили студентов и учащихся педагогического колледжа имени Макжена Жумабаева, а также городских и сельских школ. Переурочили мероприятие «Году детей» в Казахстане. В областном государственном архиве прошел день открытых дверей. Сюда пригласили студентов и учащихся педагогического колледжа имени Макжена Жумабаева, а также городских и сельских школ. Переурочили мероприятие «Году детей» в Казахстане. В Казахстанском государственном архиве находится почти 800 тысяч единиц хранения. Это документы, фото и видеоматериалы. Также здесь занимаются переводом документов в цифровый формат. Это делается для создания единой электронной казахстанской базы, которой смогут пользоваться исследователи и работники государственных органов. Сотрудники архива постоянно находятся в поиске новых документов, имеющих отношение к истории нашего региона. Мы очень хорошо сотрудничаем с Омским историческим архивом. Очень большой объем документов находится, начиная с 18 века. Мы недавно приобрели уникальный документ исторического архива «Санкт-Петербург». Это о деятелях Аллашарды, в том числе уголовное дело Муржака Падулатова. Хорошее сотрудничество идет с Оренбургским архивом, областным архивом, где хранятся документы религиозных организаций. В архиве хранится много фотографий, личных исследований, а также научных трудов и книг кандидата филологических наук, профессора, преподавателя Кузыбаев Юниверсити Заркина Тайшибая. Сегодня он в зале. Молодому поколению посоветовало активнее тянуться к знаниям. Читайте, тогда вы увидите, как трудились ваши предки, выдающиеся земляки. Кстати, о земляках, как и о своем селе, районе или городе, мог написать любой желающий школьник. В рамках конкурса, который проводил областной архив. Я написала эссе про свой родной край. Я там, в этом эссе я рассказала о том, как построился наш аул. На сбор информации ушло около трех-четырех дней, а эссе написали за два дня. Мадине Сулейменовой досталось третье место. Написать эссе помогла учитель истории. После официальной части «Дня открытых дверей» работники архива провели для гостей экскурсию. Хочу обратить ваше внимание на еще одно событие, имеющее отношение к теме здоровья и образования. Козыбаев университи открылся первый в регионе психологический клуб. В последнее время интерес к данной теме растет. Решили не отставать и в местном вузе от общей мировых тенденций. Здесь будут оказывать помощь студентам, преподавателям и другим сотрудникам, которые оказались в сложной жизненной или кризисной ситуации. Как часто будут проходить встречи, кто окажет участникам психологическую поддержку, узнаете из следующего материала. Мария Гейн, автор проекта, выпускница местной альмаматора, считает, что учебному заведению такой центр необходим. Мы понимаем, что обучение может быть достаточно сложным для детей, и поэтому, как психологическая поддержка, психологическая помощь для студентов, мы решили создать этот клуб, чтобы дети могли приходить, рассказывать о своих проблемах, делиться, поддерживать друг друга. Многие приезжие, допустим, у них нет здесь семьи, какой-то поддержки. Если это первые курсы, то они могут еще не обзавестись друзьями, и эту поддержку друзей они могут найти в нашем клубе. Групповые занятия будут проходить каждую неделю, в каждой группе по 15 человек. Психологическую помощь получить может любой желающий. Клуб работает по трем принципам – это анонимность, добровольность и конфиденциальность. Планируется, что он будет работать еженедельно и станет не только площадкой для индивидуальной или групповой работы, профессиональной, психологической, со специалистом, психологом центра личности, но и предложит досуговую форму, форму коммуникации, проведения свободного времени и станет такой вот подушкой безопасности, отдушиной для профилактики как тревожно-депрессивных состояний, так и суицидальных тенденций для наших студентов. По словам Павла Моисеева, службу открыли 4 года назад, и на сегодня количество обращений студентов увеличилось в 3 раза. Так быстро время нашей программы подошло к концу. Увидимся ровно через 7 дней. Я и мои коллеги расскажем вам еще больше интересных новостей. До встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok